Шесть мест в зале ожидания с маркировкой для инвалидов с этого дня – прошлые доступные среды железнодорожного вокзала-курорта. Железные сидения сменили мягкие диваны в отдельном зале для маломобильных пассажиров. Сегодня, 28 августа, на нашем вокзале открывается место, где каждый маломобильный пассажир, это и пожилые люди, и те, которые беременные женщины, женщины с детьми, могут зайти и провести время перед поездом и после поездом. Специальное пространство оборудовано под все четыре маломобильные группы населения. Отдохнуть после дороги или провести время в ожидании своего поезда здесь могут люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также слабослышащие и слабовидящие. В зале находится телефон для связи с работниками вокзала, экстренная кнопка и даже аппаратура для передачи звуковой информации на слуховой аппарат. Это только радует то, что у нас в городе, на центральном ЖД вокзале, куда приезжает большое количество людей, и в частности, также к нам приезжают ребята на реабилитацию, маломобильные, и на коляске, и с палочками, слабовидящие, слабослышащие. И вот то, что у них будет отдельное их пространство, удобное, комфортное, адаптированное в первую очередь. И я всегда говорю о том, что доступная среда начинается там, где есть люди, которые готовы протянуть тебе руку помощи. По итогам прошлого года транспортный узел курорта принял и проводил около 11 тысяч маломобильных граждан. Поэтому созданию безбарьерного доступа для людей с ограниченными возможностями здоровья на вокзале Анапы уделяют особое внимание. Есть специальная бригада, которая занимается маломобильными пассажирами. Мы их встречаем с поездом и сопровождаем до автобуса или такси. Оборудовано два места встречи. Это на привокзальной площади и на парковке. Ну, а в нашем новом помещении, новой территории, все, что есть, все, что надо для человека, все подготовлено, все сделали. Радует, что вокзал не единственное место, где улучшают доступную среду. На сегодняшний день в реестре приоритетных 352 объекта, больше половины из которых полностью соответствуют необходимым требованиям. Работа по модернизации других ведется на регулярной основе. Наше управление взаимодействует с органами прокуратуры на предмет соблюдения статьи 15 по всему муниципальному образованию. То есть это не только ЖД вокзалы, это все социально значимые объекты – больницы, поликлиники, школы, какие-то торговые центры и так далее. То есть, конечно, мы подходим, подсказываем, помогаем в каких-то моментах, подсказываем, как лучше адаптировать тот или иной объект, ту или иную зону оказания услуги на предмет соблюдения, как бы, и не только соблюдения, но и удобства в том числе. В ближайшее время в зале ожидания для маломобильных граждан появится еще одна новинка. Сотрудники установят цифровое табло с расписанием движения пассажирских поездов. Никита Васюхин, Михаил Попов, Анапа. Регион.